А еще есть такое выражение, Ричард Никсон, вы знаете, это президент, я такой не знаю, но он сказал, с моими зелеными дилетами, было такое у него подразделение спецназа, ну сравнивается, только советские пограничники, эти парни в зеленых фуражках способны нам все время. Вас с праздником, здоровья! Спасибо большое! Как он говорил, место встречи изменить нельзя? Да, да, граница на замке, а сотрудничество войск пограничных, сухопотных и морских, это сила, и была граница всегда крепкой, дружбой. Что вы им пожелаете? В первую очередь, крепкого здоровья. Всех присутствующим здесь, их семьям, детям и другим. Спасибо большое! Вас с праздником, здоровья! Как говорят в авиации у вас? В авиации говорят, легкого взлета и мягкой посадки, чтобы число взлетов роняло число мягких посадок, понимаете, не твердых, не жестких. Как ваша служба проходила? Ну как, сначала с китайцами воевали, я на советско-китайских границах, в 63-м году мы там с ними, на острове Даманском, как говорится, а потом дело было связано с Афганистаном. Что вы пожелаете сегодняшним пограничникам? Сегодняшним пограничникам? Сегодняшним, как говорится, оставаться всегда пограничником и не делить это мое, а это твое. Это все наше. Спасибо вам большое! Здоровья! И беречь свое здоровье, а остальное все у них будет. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вам день! Скажите, вы не просыпались, когда вам снилась застава в ружьях? Да, к сожалению, не просыпался, но вздрагивал. Пожелайте пограничникам в такой день. В этот день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, простого человеческого счастья и естественного успеха боевой и политической подготовки. Сколько раз вы отжимались? Честно, не помню, но нормы выполняла. Честно, уже не помню, что-то занимался. Спасибо большое! Питание как было устроено? Питание на заставе было устроено, можно сказать, хорошо, но по-разному. Иногда страдали. Ну, при завозе было свое хозяйство, свиньи были свои. В общем, граница голода не знала. Спасибо вам большое! Вас с праздником, здоровья! Спасибо. Что вы пожелаете подрастающему поколению? Во-первых, я очень рад, что у нас преемственность поколений сохранилась. Я смотрю, уже наши внуки ходят сюда, это очень приятно. И пожелаю им, чтобы они всегда нашего государства, которые они содержали на замке, охраняли нашу любимую родину, нынешнюю, Украину. Украине нашей просветаемой миру и добром. Спасибо большое! Вопрос такой, что вы чувствовали, выходя на границу? Чувство долга, чувство долгопрошения. Ему собственного господа. В любой момент выполнил свою задачу, чтобы это не стать, даже ценой своей жизни. Вы просыпались, придя на гражданку? Снилась вам застава в ружье? Я просыпался 15 лет. Полгода я просыпался. Здоровья вам, удачи! И чтобы у вас все было хорошо! Спасибо! Когда начинается для вас граница? Или она никогда не кончается? Она никогда не кончается, но служба начинается с 20.00. Это же важно распорядку пограничных суток. С 24.00. И до скольки? До следующих 20.00? До следующих 20.00, да. Пожелайте этим пограничникам, которые служат сейчас. Кстати, внучок 24.00 июня будет приживаться во Львов тоже в Погранный Страк. Это уже традиция? Не знаю. Семейная? Не знаю. Мы, может быть, в Погранный Страке служим. А теперь уже, да. Теперь пойдет семейная традиция. И что вы ему пожелаете? Да. Я извиняюсь. Прежде всего, выполнять устав, тот, который существует сейчас, я не знаю, насколько. И выполнять свой долг согласно конструкции пограничных нарядов. Пограничных нарядов. Вы только что сказали очень мудрую мысль. Да. Скажите ее. Да, 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 да. Пограничник – это человек, которому, которому не каждому, как сказал Феликс Эдмундович Держинский, не каждому дано право ходить по последним метрам в своей родной земле. Ваш тост всегда какой? Что? Ваш тост какой всегда? Не понял. Тост. Тост? Я вам сейчас скажу, за тех, кто с 20, не важно, где и как. Вам здоровья, удачи. Я не знаю, почему вы пришли с приемником? Там написаны ваши любимые песни. А вы там про границу, про всех, и про все войска, и про... Песня помогала вам на границе, на службе? Песня помогала вам на службе? Ну, когда на стрельбище ехали, спевали, а так некогда было. То тревоги, то дозоры по 30 километров. У нас участки большие, я на муре служил все время на границе. А вначале жала на школе, в Казахстан. Как тума. Вы прошли много, вы прошли много. Учебка в Казахстане 74-75, я 75-77, я домой пришел в феврале. Удачи вам, спасибо большое, мне повезло с вами. 100 грамм будете? Нет, я знаю, я знаю. Пожелайте похороничникам. Сейчас я вам покажу стойки. Стойте. Здесь, по-моему, меня это. Моя техника. А, вот она. Вот эта техника, 40 килограмм и плюс прибор ночного видения 80 тягали. Видите какая? Вот это яси. Вот антенна, а эта цепляется в горы, входит, где же 35 метров, 25 метров. Вы идете 7 километров за 5 секунд, я перекрываю. Куда движетесь, куда шо. А машина слышно, как скоростя переключает. Удачи вам, я не знаю. Пожелайте еще раз запорожцам, пограничникам. Пожелать? Да. Мирного неба над головой, здоровья всем. И не забывать тех, кто нас покинул там. Что вам запомнилось на границе? Вы помните? Детство наше и юность наша. Да. Первый день вы помните? Конечно. Обязательно. Конечно. Они говорят, с чего начинается граница? С родины. С родины, правильно. Струнка, ремняня на середину. Товарищ предполковник, ветераны-предпортонники, составляющие властного объекта не обманяются в ветеранах-предпортонных лиц, наметник, присвященник, желанию ветеранев-предпортонников, Выщиковых, засухих головы, ветеранского регистрации, капиталя, Сверхи. Пограничников для празднования, для пограничных войск. Меняется правительство, меняются статусы, но пограничники были и есть и остаются всегда вместе. Сегодня вы видите, какой очередной раз собралось представительство по пограничникам больше, другие рода войск в таком количестве в городе Запорожье не собираются. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Провели свій мітинг в місті Оріхові, де було об'явлено, що наша делегація невеличка, спяти чоловік, відбуде до міста Запоріжжя на цей мітинг. Всіх поздравляю за цим святом, здоров'я і всього найкращого. Спаси. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор